Все грани христианского искусства откроет фестиваль Артас. Традиционно он проходит в московском парке Сокольники. И это уже его 19 сезон. Посетителей ждет ярмарка и то, чем всегда славилось это мероприятие, насыщенная культурно-просветительская программа. Фестиваль объединяет художников, архитекторов, музыкантов, ремесленников. О том, кого и когда можно увидеть и услышать, в сюжете Галины Ледвиной. Артас в Москве – одна из самых масштабных ярмарок. Этой осенью она собрала более 200 участников. По традиции фермерские и монастырские хозяйства радуют разнообразием домашних сыров. Привезли мед, соленья, варенье, ягоды и грибы. Представлены товары ремесленников – традиционные лечебные травы. Отец Сергий из Волгограда в Москву привозит собственного приготовления бальзамы, капли, эфирные масла. – Обыкновенные русские народные препараты на травах, на то, что дает Господь. Все это живое, не мертвое, как в аптеках, какая-то химия. Здесь все, что хвалит Бога, всякое дыхание, да хвалит Бога. Вот оно дается, выкладывается сюда. Обыкновенное зерно, обыкновенные семена, обыкновенные травы. Вот, что все, что испоконно веков, и оно врачует такие болезни, потому что обратились к Богу. Обратились на православную выставку, к священникам. Обратились, поверили, почитали молитвочки. И все. На ярмарке и на этот раз большой выбор книг. Можно заказать требы, познакомиться с историей монастырей и храмов и поддержать их возрождение. Под Владимиром в Боголюбово возвышается храм Иакима и Анны. Церковь XIX века закрыли в 1939 году. В алтаре устраивали клуб, зернохранилище. Сегодня медленно, шаг за шагом, святыню восстанавливают. Провели воду и отопление, восстановили алтарь. В церкви покровителей семей Иакима и Анны служат молебны для супругов и дарования детей. Храм отличается особой душевной атмосферой. Здесь рады любой помощи. Мы будем собирать колоннаду вновь. Левую колоннаду, она взорвана. Взорван купол. Второй этаж у нас надо проводить полное восстановление. То есть нет пола, нет потолков, крыши. То есть работы очень много. Прежде всего надо сделать отмозку, чтобы вода не поступала в храм. Фестиваль «Артес» – пространство, которое объединяет десятки событий. Проходят лекции и беседы со священниками, художниками, концерты. В воскресенье театр из Долгопрудного представит постановку об императоре Николае II. В субботу традиционно семейный день. Можно вместе с детьми принять участие в мастер-классах, послужить отца Артемия Владимирова. Также выступит протеерей Андрей Дударев. Он является экспертом по литературе. И он специализируется на творчестве Есенина и Маяковского. Это очень такие, казалось бы, православные священники в творчестве таких вот нестандартных поэтов. Но тем не менее он осмысляет их творчество и находит духовную глубину. Артес откроет посетителям все грани христианского искусства, богатства талантов православного мира. В Сокольниках фестиваль продлится до 28 октября.